Значит, господа, следующий ролик называется «Клим Жуков про массовое отступление от рационального мышления». Смотрим. Я вас категорически приветствую, Клим Саныч. Добрый день. Добрый. Всем привет. Обо что сегодня? Небольшой сбой у меня произошёл в рабочем графике, потому что нам вчера пришлось идти в Федеральное агентство новостей и долго рассуждать о противодействии информационной агрессии Запада. Из-за этого я не успел до конца подготовить ролик об ин... Не очень понимаю, при чём здесь Клим Саныч, учитывая, что он специалист по средневековому оружию, как он кому-то может помочь в противодействии информационной агрессии со стороны Запада? Видимо, информационной агрессии со стороны Запада, они хотят противопоставить средневековое оружие. До Китая. С третью серию не успел. А учитывая, что я уезжаю сам в Индокитай послезавтра, послезавтра, извините, у вас теперь отложится на некоторое время. К индокитайцам. К индокитайцам, да, по следам колонизаторов. Ну, я уже вернусь напитанный, так сказать, духом в утренник. Да, я напоминаю для Клим Саныча, что пропаганда коммунистических идей во многих странах Юго-Восточной Азии карается тюремным заключением. Готовый, подкованный. И вообще. И вообще, да. Отдохнув. Беседа была интересная. Если против вас происходит агрессия, надо не защищаться. Это неправильно. Надо нападать самим. Надо самим. Ну, это, кстати, логика саентологов. Что, типа, не надо никогда защитяться, надо всегда контратаковать любых критиков церкви. Эту информационную агрессию проявлять. Ну, а если США – это проекция рая на земле, и там все так сообразно устроено, что мы очень сильно хотим, чтобы у нас было так же, для того, чтобы им понравиться изо всех сил. Вы скажите, как надо. А мы уж тут сделаем, подхватим. Какое ж тут это? Какое ж это противодействие агрессии? Удивлён. Ну, самое главное, что если… О, специалист. Дементий в силе. Ну, хвалил, хвалил. Что если вы собираетесь кому-то информационно противодействовать, можете вы сначала перестанете туда деньги вывозить, а потом уже будете информационно противодействовать. Тогда всё теряет смысл. Если туда деньги не вывозить, ничего теряет смысл. Потому, что если вы туда вывозите деньги, и у нас расчёты пересчитываете почему-то в ихние доллары, то можно уже информационно не противодействовать. Уже всё в порядке. По-моему, так. Я, собственно, об этом и хотел поговорить вместо Индокитая, так сказать, в виде некой информационной заглушки, но не о противодействии Западу, а о рациональном мышлении. Или, может быть, даже мышлении. Что это такое? Ну, это способность адекватно рефлексировать реальность. Материалистическим способом. Это как мы? Ну, да. Примерно так. Просто, когда начинаешь... Так, адепт диалектической логики расскажет сейчас про то, как, значит, рационально мыслить. Это интересно. ...зговаривать с людьми о нашем недавнем прошлом. Обязательно начинаются споры. Было хорошо в Советском Союзе или плохо. Смотря кому? Может быть, очень хорошо. Смотря где? Смотря в каком... Ну, хорошо или плохо – это моральные оценки. И опять же, тут же, ну, я говорю про недавний совсем. А вообще? А вообще, да. А где хорошо должно было быть? В Гражданскую войну? Раз. В блокаду Ленинграда во время Великой Отечественной? Или в начале 80-х? Ну, может быть, не нужно было развязывать Гражданскую войну и доводить до того, чтобы немцы оказались у стен Ленинграда. Может быть, без этого было бы лучше? ...в Москве внутри Садового кольца. Какие-то странные вопросы. А дальше кому? Раковому больному? Или сытому отожравшемуся школьнику? Что это за дуэст вообще? Что за постановка вопроса? Тут всегда возникают конкретные сравнительные схемы. А именно, что было с жильем, что было с медициной, и рано или поздно мы упираемся в советское образование. А я опять тебе... Советское образование. Извини. Да. Вот эти вот вопли. Да, лучшее в мире. Потому что только советское образование смогло подарить миру таких гениев, как Левашов, Рыбников, Кашпировский. Там ничего не было. Люди были вынуждены просто бегать в поисках магнитофонов, сапогов и всякое такое. Это же о другом говорит. Это говорит, например, что наличие квартиры, здравоохранения, образование их никак не волновало вообще. Оно было, и на это никто не обращал внимания. Это как воздух. Только для того, чтобы получить этот воздух, нужно в очереди 20 лет постоять. Замечательная аналогия с воздухом. Поздравляю. Да, ну это же, опять же, все... То же самое по поводу медицины. Условно бесплатной советской медицины. Я напоминаю, что на весь Советский Союз было только две клиники, которые проводили сложные операции на сердце. Не любят коммунисты, сытых людей. Да, но при этом сами они, как правило, даже богаче, чем те, кого они не любят. В этом парадокс некий. Нужно в сравнении смотреть. Потому что если мы представим себе некий фантастический сеттинг, где люди живут на астероиде, их будет беспокоить в первую очередь воздух. И когда воздух ты будешь получать исправно и с нужным количеством кислорода, все остальные проблемы сразу будут казаться сильно второстепенными, потому что без воздуха мы точно долго не проживём. Вон у Дементия нога заболела, Дементий пошёл к врачу. Что вы делаете, спрашивает врач. Дементий говорит, колю обезболивающее. Когда не колете, болит? Болит. А когда колете, не болит? Не болит. Вот и колите. Продолжайте лечить. Правильно цитирую Дементию? Идеальная схема специалиста. Получил медицинскую помощь. Да. Так вот мы рано или поздно упираемся, конечно же, в образование. Ну и, конечно, все, кто... Да, но в Советском Союзе у Дементия не было бы возможности колоть себя обезболивающее, потому что, скорее всего, не было бы этого самого обезболивающего и шприцов. ...колько-нибудь с этим делом связан, говорить, что школьное образование было просто лучшим в мире. Возможно, где-то в элитных школах учили и лучше за границах, но в среднем, так как у нас в школе не учили нигде и никого. И одно из лучших в мире вузов. Да, я открою страшную тайну для Глимсаныча, но в Советском Союзе тоже были элитные школы, куда дети простых смертных, они никогда не имели возможности попасть. То есть, ну, по крайней мере, при Сталине дети партийной элиты, они учились отдельно от обычных детей. ...узское образование. Ну, опять же, там это вот в топ-3. Ну, и, кстати, никто из детей генсеков не был рабочим на заводе или колхозником или что-то подобное. Наоборот, все старались, значит, работать как можно меньше и при желании вообще эмигрировать. То есть, например, дочка Сталина и сын Хрущева, они в разное время эмигрировали и натурализовались в Соединенных Штатах Америки. Ну, примерно как половина семьи Константина Семина. Это вот к вопросу про то, где было лучше жить, там, да, какой строй лучше и так далее, и так далее. Там понятно, что это некоторым образом колебалось от наличия замечательного профессорского состава или чуть худшего профессорского состава. От времени, конечно, зависело. Нет, это зависело главным образом. Ну, то есть, характер получаемого образования главным образом зависел от того, кто твои родители. Потому что если у тебя родители работают в Центральном Комитете, то, в общем-то, ты будешь учиться там, где не будет детей простых рабочих и крестьян. Ну, все равно, все эти колебания, они где-то в топ-3 у нас образование держало всегда, вузовское. И тут же люди, которые... Ну, технические специальности, безусловно, но проблема в том, что гуманитарные специальности, они все во власти диалектического материализма находились. Поэтому такие дипломы, они, в общем-то, не очень котировались. Мира любит Российскую империю. Тут же сообщают... То есть, это все равно, что как получить образование в колледже Хаббарда и отучиться на, там, аудитора 12-го уровня. То есть, это, конечно, безусловно, высокая квалификация. Только проблема в том, что нигде за пределами саентологической религии, такое образование, оно цениться не может. То же самое, там, образование в области, там, марксизма, ленинизма какого-нибудь. То есть, это, конечно, замечательно, но это абсолютно не нужно никому. — Незамедлительно, железный аргумент, что ну и где это ваше образование? Ровно в 89-м году все эти образованные люди бросились заряжать воду перед телевизором от Алана Чумака и Кашпировского, как его там звали, я забыл. — Да, причем это делали люди старшего поколения. То есть, те, кто сформировался как личность еще при Сталине или как... Ну, или при раннем Хрущеве. — Был, да. — И как это... Что это за результаты-то образования, если у них у всех сразу протекла кукуха натурально, и все начали творить вот такую хрень, а потом понесли в МММ деньги. Хотя, опять же, не нужно быть профессором экономики, чтобы понять, что это какая-то разводка. Но невозможно вложить один рубль и получить два рубля через неделю. Такого не бывает. Откуда вы возьмете два рубля? Понятно, что это жулики. Однако деньги-то понесли массировано. Как тебе сказать? Вот у меня один товарищ крепко нажился в МММ. Очень крепко. Вовремя успел продать. Да. А другой влетел на 70 тысяч долларов. Он далеко не дурак. Они оба не дураки. И этот... Ну, тот успел, а я не успел. Вот и все. Вот не успел. Не повезло. И тут, конечно, можно привести очень много контраргументов. Вот на это, в общем, вполне дурацкую претензию. Я их сам годами привозил. У меня там уже отработанный запас приемов есть дискуссионных. Я готов прямо выступить в тяжелом весе в любой дискуссии по этому поводу. Но если так задуматься... А я недавно задумался, отвлекаясь от любых дискуссий, несколько шире. Я обнаружил некую проблему, которая, как мне кажется, вот исходя из тех исследований, источников, которые я освоил... Опять же, года, наверное, за три. Не скажу, что все, но довольно представительное количество работ я посмотрел. Речь-то идет об уникальном явлении, которое вообще еще не исследовано. И сразу забегая вперед скажу, во время нашей жизни не может быть исследовано. Просто потому, что процесс еще не закончился. А процесс может быть до конца исследован только, когда он завершен. Ну, или более-менее в основном завершен. То есть, видимо, дело другого века. Но такая постановка проблемы. Это утрата рационального мышления. Причем утрата рационального мышления не одним человеком, что, в общем, ничего удивительного абсолютно. С любым человеком может внутри его головы произойти что угодно. Начиная от просто каких-то биохимических сдвигов, заканчивая попаданием в нездоровую... Да, заканчивая озвучиванием тезисов о том, что Пол пот был евролевый. Какую-то обстановку, которую он долго просто не выдержит. И включатся некие защитные психические блоки. Но когда у тебя гигантское общество в массе утрачивает рациональное мышление, вот это явление абсолютно новое и именно поэтому не исследованное. Пример сразу. Вот из Уханя вывезли или откуда-то рядом группу граждан страны под названием Украина. Вывезли их оттуда. И привезли в какую-то... В Санжаровку или еще что-то. Где собрались представители этой славной страны? Со гражданин. Которые... Они не все такие. Нам постоянно говорят. Они не все такие. Нет. Вот этим не судите. На Майданах прыгают. Не все такие. Нет. И вот эти собрались тоже не все такие. Которые встретили автобусы с бабами и с детьми. Булыжниками. Бросая, значит... Били стекла. Норовя зашибить этих баб и детей. Которые не сами туда приехали и не по своей воле вообще. В общем, безобразнейший абсолютно случай. А после этого приехала группа. Если я правильно прочитал. Из Харькова. Для примирения. И покрасила мостик в этих новых Санжарах в жовто-блакитный цвет. Это... Первое. Это показывает единение. Мы не все такие. Мы за мир. Это нечаянно произошло. Еще что-то. Вы натурально. Вы же дебилы, блин. Вот натурально дебилы. То вы там какой-то. Трезуб. И за... Малолетние украинские дебилы. Арбузов выложите самый большой в мире. Представляешь, весь мир озабочен выкладыванием трезубов. Или из сала там. Или они мостик покрасят. Или помойные баки. Жовто-блакитные. Вы идиоты что ли. Да, идиоты. Вот да, идиоты. Вот целую... А почему трезуб? Они посейдоту поклоняются, может быть? Страну лишили разума. И вот теперь можно наслаждаться с нами. Видимо, мы тоже того же самого хотим. А мы... Пожалуйста, мы неоднократно массово лишались разума как общество. Просто неоднократно. Мы это все видели. И конкретно такие... Да, особенно в 20-м веке. ...общество устойчиво потерянным полностью или частично рациональным мышлением у нас присутствует. Причем у нас, я не говорю в нашей родной стране. А у нас на планете. Это... То есть, с одной стороны, советская власть лучшая в мире, а с другой стороны, как бы прокурор Вышинский, который говорит о том, что большая часть представителей ленинского правительства – это немецкие шпионы, значит, предатели, враги народа, которых нужно расстрелять. И опять-таки, все честные коммунисты, они этому аплодируют. То есть, диалектика двоемыслия. Это удивительное явление, потому что мы все так или иначе, ну, по крайней мере, люди, которые условно до 1980 года рождения включительно, мы все абсолютно выросли в эпоху модерна, которая продолжалась с 16 века, где рациональное знание двигалось строго по восходящей. И казалось, что... Рациональное мышление, прошу прощения. Двигалось строго по восходящей. И казалось, что это прерываться не может в принципе, потому что это же просто полезно. Может, оно для чего-то тогда требовалось, а теперь требуется пересмотреть. Вот. Оно, естественно, как выяснилось. Опять же, об этом никто не додумывался. Оно вот было... Бороху Спинозе нужно. Он же Бенедикт Спиноза. Который вырос в свое время в... Неодобряем антисемитизм. ...в еврейской среде, особенно в иудейской среде, которая... Вся иудейская среда была буквально долгими-долгими веками воспитываема в скептическом духе и, естественно, христианством. Потому что кругом были христиане. И нужно было своим подопечным сообщать, что христиане вообще-то порят какую-то чушь. В общем, внимательно почитать, что они пишут. И обсудите, что здесь там написано. Поэтому как можно в это верить? Чушь какая-то. Но вдруг оказалось, что если ровно те же скептические принципы, применить, собственно, христианство, 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 христианство. Получится все то же самое. И честный ученый Бенедикт Спиноза, который был, да, еще Бороху, Бенедиктому стал позже. Вот Борох Спиноза это применил к собственному писанию. Да, потом через какое-то время пришел Мардыхай Леви. И скрестил ужа гегелевской диалектики и ежа фейербаховского материализма. На выходе получилось несколько метров колючей проволоки. Это изданный заудейской общиной и вообще. Но зато оказался в одной когорте с такими людьми, как Реден Декарт. Да, но потом, кстати, появились каббалисты, которые стали к Спинозе апеллировать, что типа вот спинозовский пантеизм, это практически каббала. Спиноза опередил свое время. И так далее. И вот сказалось, что вот с этого момента вот это рациональное мышление уже никуда не денется. Потому что оно, во-первых, а, уже укоренилось, а если что-то такое, вот явление такого рода, когда укореняется, оно вечное. Просто потому, что оно очень полезно, с ним тупо легче жить гораздо. Я же молчу одному человеку, а целое общество, оно начинает перейти как паровоз просто. Да, да. Ну и мы увидели, как Европа, а потом и все остальные страны, принявшие европейскую культуру, попёрли как паровоз, исходя из применения принципов рационального мышления. О, видите, как бы, то есть Клим Саныч считает, что принципы рационального мышления, они прежде всего сопутствовали генезису европейской культуры. Тут основная проблема состоит в том, что, как бы, любой современный неомарксист на Западе, он Клим Саныча заклюет за это, за эти тезисы, как расиста. Потому что, ну, это буквально расизм. Много материалистического. И на какой-то момент это имело такое пиковое выражение в 20-м веке с возникновением Советского Союза, страны которые... Так. Каждая новая история удивительней предыдущей. То есть пик развития рационального мышления Советский Союз. Ну, опять-таки, на тему Советского Союза можно там вот ролик Рудова про коллективизацию посмотреть. Даже без моих комментариев. Упаси Господь. То есть даже мои комментарии, они к этому ролику, в общем-то, не требуются. Хотя есть этот ролик с моими комментариями, но можно и без них. Это вот к вопросу про триумф разума. То есть, когда политическая власть в какой-то момент оказалась, значит, в руках людей, у которых даже там какого-то минимального образования не было, это, оказывается, триумф проекта просвещения. Вмечательно. То есть, когда у нас при позднем Николае II нету голода, от которого миллионы людей погибают, а потом к власти приходит самое прогрессивное правительство в мире, и как бы миллионы людей начинают умирать от голода. Это вот реализация пика проекта просвещения. Замечательно. Видите, как Клим Саныч может далеко зайти в своих рассуждениях? Публично при всех отказалась вообще от любых принципов религиозного мышления. Да, да. Ну, то есть, конечно, когда у тебя на уровне целой страны постулируется идея о том, что из базиса выходит луч, который ударяет в линзу надстройки, то это, безусловно, означает, что ты отказался от принципов рационального мышления. То есть, когда у тебя главенствующая идеология, она базируется на аксиомах, которые не укладываются ни в одну из волн позитивизма, это, безусловно, означает, что, ну, ты отказался от религии. То есть, всё, дало религию. Ну, это примерно как если сказать, что завтра, там, допустим, в США вместо христианства у них доминирующей конфессией станет саентология, то вот можно тоже сказать, что они отказались от религии. Потому что, ну, саентология – это же наука на самом деле. Её объявили религией только чтобы налоги не платить. Там лазейка, понимаете, в законодательстве. А так-то это просто триумф рационального мышления. Вообще всем, что… вот религия – это вот… вот верьте во что хотите. Главное, самое главное – не смешивайте это, пожалуйста, с общественной жизнью. То есть, вот есть страна, в стране есть государство. Да, на уровне общественной жизни мы будем верить в идеальное общество, как бы, и в то, что мы его строить будем. И более того, мы будем верить в то, что мы его построили в 36-м году. Но нет, религия – это плохо. То есть, вот если мы верим не в летающего еврейского плотника, а в коммунизм, то нет, это не религия. Ни разу. Это как бы рациональное мышление. Государство. Государство, значит, всех организовывает в некие структуры, в том числе образовательные. Вот там должно быть только рациональное мышление. Это если немножко удлиненно перевести… Ну, когда государство всех организует в разные формы, значит, социального общежития, и там доминирует рациональное мышление, это называется фашизм, вообще-то. Ну, с точки зрения самих фашистских теоретиков. Поэтому, по-моему, Клим Саныч, он ошибся разновидностью социализма только что.